На что только не идут недобросовестные наниматели, чтобы избежать в платы налогов. Оформляют на 0,5 ставки, а разницу доплачивают наличными. Оформляют одного-двух человек, а работу выполняет целая бригада. Работодатель остается доволен, ему удобно, он сэкономил. А вот всю прелесть таких свободных отношений рано или поздно ощутят на себе те, кто добровольно согласился на роль мертвых душ. Помимо мгновенных негативных последствий для работника, получающего зарплату в конверте, есть еще и долговременные. При исчислении размера пенсии будут учтены только те суммы заработка, из которых уплачены страховые взносы. Следовательно, размер пенсии будет намного ниже, чем если бы он был исчислен из всей суммы заработных средств. В случае возникновения проблем со здоровьем, работник не получит оплату больничного листка по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, либо получит из расчета только официально полученные заработные платы. Из-за низкого дохода по месту работы у работника могут возникнуть проблемы с получением банковского кредита. Крупные покупки находятся под контролем ряда государственных органов, и у человека в любой момент могут потребовать предоставить декларацию для установления источника доходов и их размера. В случае превышения расходов над официальными доходами может быть доначислен подоходный налог. В инспекции по налогам и сборам Ленинского района подчеркивают, что выплаты сотрудникам, которые соглашаются на серую зарплату, производятся без начисления уплаты страховых платежей, а также подоходного налога с физических лиц. Или вообще не производится. Это уж как повезет. Такого работника могут уволить, не выплатив зарплату за несколько месяцев и оставив без гроша. Жаловаться тогда будет некому и не на что. В настоящее время в случае установления контролирующим органам фактов неудержания и неперечисления нанимателем подоходного налога, уплата его осуществляется за счет собственных средств нанимателя и не подлежит дальнейшему удержанию у физических лиц работников. Чтобы сообщить о факте выплаты зарплаты в конверте, можно обратиться по номеру телефона 189 или написать письменное обращение в налоговые органы. Мы спросили мнение брещан, согласились бы они на такие свободные трудовые отношения, и что думают по этому поводу. Я бы не согласилась работать за зарплату в конверте, потому что я за официальное трудоустройство. Потому что работодатель может и не выплачивать эти деньги, если вы официально не трудоустроены. Это выгодно только работодателю, потому что он меньше платит налоги. А для человека, который работает, чем это чревато? Ну, последствиями, наверное, что его все-таки прижмут. Это нет социальных гарантий каких-то. Ты более защищен, если ты работаешь где-то официально, без всяких темных схем. Участвовать ли в темных схемах каждый работодатель решает сам. Стоит только помнить, что ответственность перед законом за это тоже придется нести самому. Продолжение следует...